Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами снова Настя. Мы сегодня приехали в лес! Я такая счастливая! В общем, мы приехали в лес с пакетами, замком. Ну, конечно, мы в первый раз в это новое место приехали. И вы знаете, тут такое необычайное место, что мы здесь мох вообще найдем, потому что мох вообще растет там, где низина, там, где болото. Вот. Но мы обязательно пройдемся, посмотрим. Даже если не найдем моха, просто вот для вас снимаю прогулочку такую по лесу. Вот мы уже тут с малышом, с мужем идем. Там вот впереди тоже какие-то домики интересные. Очень интересное место. Да, это не дррррр, это снег. Это что-то знаете? Видимо, может быть, здесь какие-то игры проводят. Интересное место. Вот там впереди, я думаю, что будет сейчас спуск, и, возможно, где этот спуск, там и мох. Можно найти. Кому что, да? Кто на прогулку, кто-то за мхом. Там вот интересный сарай. Что? Да. В общем, гуляем. Мы, конечно, в кроссовочках идем, не подготовились. Но мы так, на разведку. Вот, смотрите, колючая проволока. Ой, подснежники, это же самые настоящие, друзья. Посмотрите. Они еще не распустились. Я, естественно, рвать их не буду. Это самые настоящие подснежники. Я в первый раз вижу. Я раньше лет, ну, весной так рано в лес не ездила. Такое чудо. Ой, классно. Вот, их тут целая поляна. Вот они еще. Они еще только-только пробуждаются. Ой, красота. А какой здесь аромат, ну, просто не передать словами. Так, ладно, продвигаемся дальше. Малыш первый раз гуляет ножками в лесу. В общем, мы пока здесь гуляем. Мха, свагнума, естественно, я пока не встретила. Тут кругом вот эта вся металлическая проволока. Видимо, тут какие-то игры проходят. Очень страшно. Лишь бы не провалиться куда-нибудь. Видите, какие-то ямы. Вот здесь вот, смотрите. Немножко даже жутковато, если честно. Попробую еще куда-нибудь сходить, посмотреть. Далеко тоже страшно идти, потому что все-таки лес. Сейчас могут и медведи голодные, проснувшиеся, ходить. Немножко совсем вглубь леса тоже пока страшно ходить. Смотрите, какая красота. Это ягель растет. Вообще, если так приглянуться, в лесу очень много красоты. Это хвощ, по-моему. Вот это вот ягель, очень красивый. Тоже вот лесной мох. Это, естественно, не сфагнум. Муравьишки. 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 О, ладно. Субтитры создавал DimaTorzok Прогулялись мы в лес, мха естественно не собрали, но я в принципе довольна самой прогулочкой, здесь очень здорово, здесь чистейший воздух, здесь спокойствие, здесь много энергии, знаете, прямо, которая дарит силу. Я очень-очень воодушевлена, знаете, мне почему-то все время кажется, что как будто кто-то из леса на меня смотрит немного, но это меня не пугает, просто вот такое ощущение. Солнышко вышло, вообще красиво, кругом красота, немножко снег. В общем, за мхом, я так понимаю, что нужно ехать чуть позже, ну как бы чуть позже, это где-то через месяц, потому что у нас еще снег, видите сами, да, лежит местами, и это мы еще на самой возвышенности, потому что если собирать мхом, то он растет на болоте, а на болоте сейчас вообще стоит вода, трава по колено, наверное, и никакого мха естественно там не собрать, поэтому мы просто прогулялись, немножко я вам поснимала красоту леса, не знаю, слышно, не слышно птички как поют, больше, наверное, слышно нас, как мы с малышом гуляем. Малыш вообще счастлив, ему в лесу очень нравится, здесь воздух чистый, свежий, птички поют. Так что, такой вот чудесный день у нас сегодня получился, я бы еще подольше погуляла, наверное, но немножко страшно, еще в том плане, что клещи могут быть, да, мы, конечно, побрызгались от клещей, но все равно слишком тоже рисковать не будем. Такая красота, у меня больше слов нет, кроме как красота, красота, да, полезный чистый воздух, здесь сосна, сосновый лес, самый-самый чистый, да. В общем, спасибо за просмотр, оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, всем пока-пока, до новых встреч. Так, решили мы заехать в еще одно место, здесь мы когда-то гуляли, знаете, наверное, у меня есть видео, где я вообще в первый раз нашла мох с фагнумом, да, в первый раз, когда нашла, была очень рада, это мы удивлена, что у нас здесь можно собрать его, и вот мы решили сейчас заехать, мы тоже примерно в это же время заезжали сюда, смотрите, какая красота, здесь черника растет еще, летом можно собирать, ну, малышу одно занятие, собирать шишки, вот здесь тоже подъем, но там есть спуск, и можно посмотреть там мох, потому что у меня уже многие, многие спрашивают, пишут, Настя, когда будет свежий мох, и вы знаете, вот сегодня заходила, сейчас камеру на себя поверну, сегодня заходила я на Wildberries, и смотрела вообще, ну, по отзывам вообще, вот кто продает мох, по какой цене, да, для себя как бы просто на будущее смотрела, и очень много отзывов плохих, именно тех, кто сейчас заказывает мох, пишут, что мох ужасного качества, мох ужасного качества, мох приходит гнилой, сухой, там, разно, у кого что, в общем, что я хочу сказать, конечно, в апреле, какой может быть свежий мох, если вы заказываете его по интернету, да, но мох сейчас еще только-только начинает выходить, да, и люди, которые продают, естественно, продают старый мох, он еще с прошлого года у них остался, и неизвестно, как он там хранился на складе, поэтому, естественно, заказывать зимой еще, там, еще куда не шло, да, но сейчас, когда еще снег лежит, то, естественно, вы не получите свежий мох, вот видите сами, что я приехала в лес, и я пока не нашла мох, потому что где он растет, там еще вода стоит, вот сейчас спущусь, немножко к воде покажу вам, вот то самое место, где, в принципе, произрастает мох, и я сейчас спущусь, сколько смогу к воде, прям вот здесь мне уже мокро, сыро, и я боюсь, даже дальше, наверное, идти я не смогу, потому что, вот видите, вот в таких местах растет мох сфагнумом, и, конечно, его собрать сейчас нереально, вот есть другой мох, я не знаю, как он называется, но сфагнумом еще в воде, о, здесь уже, видите, я нажимаю, наступаю и прямо проваливаюсь, вот там вот он будет уже потом расти, а сейчас, естественно, я туда не пройду, в общем, мы нагулялись, теперь уже точно идем к машине и поедем домой, погода отличная, нам сегодня повезло, в общем, и, кстати, да, я с небольшим таким уловом, это мох-ягерь, я его буду стабилизировать, набрала себе небольшое количество, вот, попробую стабилизировать, я уже однажды это делала, буду учиться заново делать, отличный декор получается, и очень долго этот мох живет потом, мягкий такой, пушистый, зеленый становится, ну, можно вообще в разные цвета красить, и в синие, и в желтые, и в разные цвета, в общем, радуги, ну, мне нравится зеленый цвет, когда в горшочке можно с орхидейками подкладывать, либо же просто украшать картины, стены, в общем, буду пробовать учиться. Ну, а я с вами сегодня буду прощаться, уже теперь точно, отличный денек провела сегодня с семьей в лесу, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok